так всем привет вроде бы в эфире уже где посмотреть то вот смотрят один человек можно отписаться слышно видно ребят слышно видно оказывает что в прямом эфире 1 о елена диус привет давайте буквально 3-4 минуты и я начну может еще кто соберется сегодня хотел больше интервью и прямой эфир больше сделать на тему вообще на тему китая на обстановке в китае как сейчас здесь работа проходит потому что думаю про логистику все вы уже слышали все все знаете как что отправляется ну это тоже затрону но по большей степени давайте я говорить о китае что у меня facebook страничка подергивается наверно сказывается то что эти из китая еще эти разве пенсию на 17 человек наверх ребят давайте поздороваемся привет плюсики что-нибудь напишите а то непонятно вообще если вы здесь нет у вас или завис я у меня вообще каждые 5 секунд экран дергается так сзади наверно то цвет выключил чтобы не блекал мария драсти иван привет все отлично буквально минута две и начнем заранее вопросы просил оставить но видать только пока ставил он такой очень развернутый развернутый вопрос сделал за всех наверно так 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 все ребят 3-4 минуты прошло на я начну меня зовут александр александр худяков но в принципе многие меня уже знаете я живу работаю в китае и здесь у нас своя здесь у нас своя логистическая компания у нас склад в китае свой занимаемся мы доставкой подготовкой товара инспекциями по китаю инспекциями разного типа производством занимаемся в смысле инспекции производства инспекции товара делаем это немножко обо мне это немножко обо мне и перейду теперь дальше уже к самим непосредственно к самим вопросом анастасия григорь григорович задала вопрос вопрос такого плана если сделать средств производства поставка из китая до вируса и сейчас какие изменения списком если представить что все эти два-три месяца не читать новостей в группах плюс мин ну давайте с первый вопрос поставках вообще как как коронавирус как эта вся ситуация повлияла смотрите изначально мы должны были начать работать где-то 10 февраля но вышли мы на работу получается 24 февраля это наша сфера логистические услуги в нашей провинции тут также все неоднозначно было зависело от того где какая где какая провинция находилась какое какое удаленность от эпицентра от в ухане было и сколько случаев было в самих провинциях учитывая что был плюс еще китайский новый год китай сам по себе должен был отдыхать в общей сложности китай не работал порядка там 2-4 недель если действительно брать рабочее время первое время было немножко трудно с заказами заказы все отсрачивались они изготовлялись немножко с задержками начиналась очередь это я говорю именно про товары которые клиенты всегда заказывали изначально я не затрагиваю сейчас никаких медицинских товаров я затрагиваю то что у нас было до до этого повседневные товары исходя из практики наших постоянных клиентов которые в месяц делают там 2-3-5 отправок и у них постоянный постоянный поток идет заказов их товар их их заказы после после того как начали начал работать поставщик я на примере одного клиента я говорю крупного который который у нас делает каждый месяц там 3-5 инспекций минимум 3-5 отправок в больших партиях у него изначально была тишина производство немножко задерживалось поставщик говорил что то у него людей нет на заводе потом люди вышли на работу они сам товар подготовили товар уже у них был готов была задержка там буквально неделя 10 дней это была задержка с производством упаковки естественно отсюда уже сдвинулись сроки на неделю на 10 дней потом эту партию мы отправили партия пришла буквально быстро она пришла и сейчас вообще задержек не наблюдаем по тому как мы делаем инспекции потому как заказывают клиенты товар я бы отметил что производители уже в полной в полной мере начали все все делать все работать производить у нас карантина никакого нету карантина с конца февраля у нас уже нету на карантине сидят те люди которые сейчас прилетают в китай учитывая что китай еще закрыл свои границы 28 28 марта вообще сюда никто сейчас не может заехать и ситуация очень стабильная и если допустим где-то какие-то ваши поставщики говорят что задержки из-за карантина какие-то санкции даже в ухань уже вышел на работу думаю у них какие-то может другие обстоятельства они пытаются свалить все на ситуацию с коронавирусом если это конечно не производитель каких-то медицинских товаров что касаемо именно самого производства что касаемо логистики как это все повлияло на логистику это в первую очередь повлияло на авиа отправки авиа отправки они выросли в цене практически ну грубо говоря если авиафракт возьмем мы он был примерно 3 3 с половиной доллара там 4 доллара сейчас цена в районе наверное 14 15 долларов за килограмм плюс сроки стали дольше идти чем море у нас был уже один случай в самом начале когда мы авиа отправили действительно товар доехал до Америки за 35 дней в очереди все это время он простоял что касаемо экспресса экспресс на самом начальном этапе это я говорю про начало марта и вообще про март в целом экспресс летал идеально отправили 2-3 дня постоял там в Гонконге все трекинг трекинг обновился там и сразу полетел бывало даже не стоял бывало приехал в тот же день в тот же самый день улетел сейчас ситуация с экспрессом такая буквально на днях была грузим гонконгскую машину которая в Гонконг повезет товар на экспресс на отправку загрузили гонконгскую машину оттуда нам говорят что очередь у нас на 3-5 на 3-5 дней от силы пока эта машина ехала ехала уже пишут что оказывается очередь возможно вырасти до 10 дней товаров она ехала еще больше ну опять же опять же я не пойму почему у них так происходит как они как они выборку берут отправляя отправляем 2 пример 2 товара 2 товара отправляем передаем передаем юпс один товар через 2 дня трекается другой товар через 8 дней трекается каким образом они их у себя на складе распределяют они не говорят и ничего этого не показывают просто говорят ждите когда придет ваша очередь это я говорю в частности про юпс сейчас фидекс стал стал быстрее работать чем чем юпс местами допустим буквально на днях отправили фидекс он только заехал в гонконг несколько несколько товаров они 2-3 дня и уже обновились это что касаемо экспресса уже трекинг обновился уже летят гонконг с дейчеллом намного хуже ситуация у дейчелла действительно стали больше задержки особенно посылок которые отправляли экспрессом минимум минимум начиная что мы много посылок отправляем именно дейчелл экспресс это маленькие посылки сэмплы они у нас были от 3 до 5 дней последние последние отправки они вообще до 10 дней стабильно лежали через 10 дней только трекинг обновлялся это что касаемо ситуации по экспрессу кстати по экспрессу цена такая же как на авиафраг ничего не изменилось после того как трекинг обновляется срок доставки экспресса ну там 3-5 рабочих дней плюс сейчас проблемы очень такие стали с экспрессом это на товары где есть малейшие намеки на FTA или малейшие намеки что это медицинский товар это сразу попадает товар под проверку надо предоставлять документы сразу идут задержки по срокам и сейчас не советую отправлять такие товары даже если у вас есть документы все равно данные товары могут зависнуть на границе в Америке потому что там очередь проверка 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 и когда вас в очередь поставят когда это все произойдет непонятно ребят пару плюсиков можно оказывается этот оказывается сообщения были а я вниз ничего не прокручивал вот геннадий как раз про вопрос про ЭБИ про цены про сроки сейчас я расскажу да дальше Андрей все супер оказывается надо вручную вниз прокручивать первый раз по фейсбуку делаю обычно через какую-нибудь платформу всегда делали смотрите это что касается да это что касаемо экспресс доставки теперь перейду к морю кто бы вас что как не уверял что сейчас проблемы проблемы стали с морской доставкой или какие-то другие проблемы там цены выросли по морю по морю ничего не выросло ничего не поменялось сроки доставки не изменились именно в самом море корабль корабли все выплывают по расписанию все нормально все работает цена которая была в том году цена которая сейчас она не на цент не поменялась имейте ввиду возможно если она может из-за чего на цент на центы поменяться это только из-за курса доллара и юаня ну последний вот это последний месяц курс практически держится стабильно по времени доставки обычное море которое отлывает там спорта шинджиня она плывет там в море где-то 15 дней находится в общем до месяца это все занимает если никаких рандомных инспекций не было на таможне в америке что касаемо быстрого моря быстрое море как было быстрым так и остается быстрым все последние наши доставки доходят до складов амазона в районе 20 максимум 25 дней недавно мы успели успели клиенту доставить за 20 получается сегодня какое у нас 30 число за 28 дней быстрое море это с учетом того что товар успел заехать на предцентр тоже на же нас предцентр наших партнеров вот в америке в лос-анджелесе заехал на этот предцентр переклеились лейблы и товары сразу передался передался это 28 дней занял даже даже не 30 дней это а до предцента товар доехал в районе 20 дней они столько времени дней 5-6 на предцентре это все готовили потому что там у них тоже опять наплыв опять очередь выстроилась да немного неудобно было но пришлось потерпеть ничего страшного как бы все все должны ситуацию ситуацию понимать сейчас мой 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 лично совет мой лично совет по отправкам сейчас по отправкам и планируйте все свои отправки морской доставкой в расчет берите 30 дней не меньше 30 дней не меньше если возьмете 35-40 будет еще лучше не забывайте что amazon может еще долго это все принимать а до проблемы есть шипментами сейчас кому-то не дает сделать ну берите опять море везите на предцентр храните на предцентре сколько будет давать сделать столько столько дальше и отправляйте цепочку поставок и он допустим уже сейчас нужно планировать вы знаете что ваша партия продается в районе месяца а когда ваша партия продается в районе месяца и она только заехала на amazon у вас уже должна быть вторая следующая партия на готове которая вот сегодня-завтра или вчера уже выплыла на amazon это что касаемо цепочки цепочки поставок и пополнение пополнение складов не рассчитывайте что вы отправите сегодня экспрессом и все дойдет все вовремя все будет нет забудьте про авиа на какой-то ближайший период я думаю возможно на авиа даже мы забудем еще на ближайшие 2-3 месяца это что касаемо самой доставки что касаемо это что касаемо доставки что касаемо товаров которые единичные товары маленький маленькие какие-то посылки и пакет и и и пакет посылки которые шли с алиэкспресса и пакет полностью закрылся емс емс служба именно китайская китайская почтовая служба на а они тоже отлично всегда доставляют но много направлений они сейчас либо доставляют дольше либо вообще не доставляет кто кто хорошо выручал последнее время так это дичел дичел опять начал задерживать ранее я вам говорил про дичел про какой-то fbm из китая какие-то поставки из китая тоже забудьте делайте если хотите делать и бен доставку делайте бен доставку в самой америки это у нас что касаемо доставки думаю думаю что раскрыл эту тему доставки если какие то еще будут вопросы по самой доставке напишите давайте я перейду дальше уже к темам по ситуации в китае как мы делаем как как мы делаем инспекции с какими проблемами нам пришлось сталкиваться при проведении инспекций скажу такие вещи которые с поставщиком желательно заранее обговорить чтобы чтобы не было такого как попали ситуации в ситуацию наши клиенты на инспекциях смотрите сейчас секунду да какие-то как какие-то наши ребята улетели из китая постоянные наши инспекторы но основной наш костяк инспекторов которые всегда делали делает инспекции он здесь находится в китае мы делаем также там в день 3 инспекции 5 инспекций до 10 инспекций без проблем можем все это сделать что что касаемо моментов которые заранее нужно оговаривать с поставщиком когда вы заказываете инспекцию наверное все видели я скидывал пост видео как наши наших ребят не пускают на производство вывозят им товар на улицу на какую-то баскетбольную площадку предоставляет стульчик и на месте они сидят это проверяют да это единичные случаи но такие случаи бывают были есть и будут несмотря на то что запрет на въезд иностранцев уже уже прошло больше месяца на запрет въезд иностранцев и что как бы исходя из их теории что коронавирус в человеке может проходить инкубационный период 2 недели китайцам без разницы сколько ты в китай когда ты приехал какая у тебя справка когда ты проходил тест просто берут и считаю что вот ты иностранец значит и потенциальный потенциальный человек который может быть носителя это это не все я за всех не говорю но у страха как говорится глаза велики да соответственно их тоже да их какой их их я понимаю что есть завод который работает который выполняет много разных заказов которые если допустим придет они боятся пришел иностранец привнес им какую-то заразу кто-то завода заболел весь завод закрыли бизнес бизнес встал производство встало очень огромные убытки понесли все и такой такой момент тоже надо учитывать понимать и к чему это все говорю когда вы заказываете инспекцию своего поставщика или даже партию товара вот сейчас кто-то может новую партию заказывать у нового поставщика спросите ребят а если приедет наш иностранный инспектор будут ли у него какие-то проблемы чтобы он попал на производство чтобы он мог проинспектировать беспрепятственно беспрепятственно товар вот обязательно эти вопросы спросите вплоть до того что не будут ли против его соседей которые находятся в соседнем в соседнем цехе там этажом ниже этажом выше потому что также были случаи что чуть ли не вилами инспектора выгонял не сам производитель товара а его соседи которые увидели иностранца ну очень 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 такие ситуации особенно в тех местах которые отдаленные которые в глушине которые в городе находятся там а который на окраинах на производственных местах возможно люди чуть-чуть дичи этом или или более боязнен и ну такое такие ситуации имеют место быть не раз мы с этим сталкивались если если вдруг они говорят категорически никакого инспектора мы не пустим иностранного давайте тогда отправлять китайского инспектора да у нас есть китайский инспектор кого мы можем отправить за кем мы будем наблюдать соответственно мы стараемся их подбирать среди незнакомых потому что китайские инспектора для нас это не наши постоянные инспекторы у нас работает только русская или англоговорящие инспекторы иностранцы вот но китайских инспекторов всегда пытаемся контролировать даже в процессе самой инспекции было несколько инспекторов с китайские с китайским инспектором клиенты как раз таки сами сами настаивали на том что поехал поехал на инспекцию китайский инспектор вот и такое такое тоже имеет место быть обязательно обсудите эти моменты это что касаемо инспекции что касаемо сейчас еще вопросы посмотрю что сегодня секунду если хотите можете дополнительно уже задавать вопросы в принципе про доставку рассказал про инспекцию рассказал основные моменты про ситуацию в китае да действительно здесь есть такой вирусный расизм который раньше проектировался на китайцев теперь он проектируется на иностранцев я каждый день с ним встречаюсь он скрытый открытый открытых форм меньше конечно но скрытый расизм он прям присутствует особенно особенно я это замечаю и очень обидно когда мой ребенок иностранец хочет играть с другими детьми он сразу тем более у меня сына он такой шустрый он сразу бежит на контакт и я прям вижу как мамочки других детей они прям видят с какой стороны бегает мой сын и пытаются их сына про их детей провести в противоположную сторону буквально сегодня была такая ситуация я на это уже давно не злюсь давно не обращая внимание стало нормой но я к тому что к информации что такое сейчас есть по сей день сколько раз я сталкивался с таким иду по улице особенно особенно ведь ведь вечером до когда бегаю на улице я в ночное время бегаю бегу по улице вижу китайцы идут навстречу они прям берут чуть ли не нас через дорогу переходят ну естественно я сделал по-другому теперь когда я вижу или иду по улице вижу китайцев я беру сам и начинаю от них уходить соответственно они думают что я их боюсь они думают что они меня боятся там и как бы ситуация сглаживается но у меня такой выход из ситуации вполне устраивает но данная ситуация имеет место быть что что касаемо работы склада склад у нас работает практически в полном в полном составе сейчас всего лишь двое человек двое людей у нас осталось за границей которые не успели заехать в китай но он не что и ничто им не мешает работать онлайн потому что основное количество наших ребят меня в том числе мы все в китае вот это это что основные моменты при работе с китаем по доставкам в данный момент давайте вернусь к вопросам анастасии отвечу на ее вопрос вы пока можете коменты мне написать какие вопросы хотели бы еще со мной обговорить я к ним обязательно подойду вот сейчас она все задает вопрос слышала мнение что поставщика под упаковку лучше искать отдельно мол те которые производят товар не способны сделать качественную упаковку реально ли это или это 300 лет назад устарела кто-то ищет анастасия кто-то кто-то заказывает у поставщика но как как сказать у поставщика у каждого поставщика есть производитель упаковки мое мнение заказывайте упаковку там же где производите товар если упаковка плохая заставляйте вашего поставщика чтобы он работал над упаковкой присылайте ему экземпляры упаковки знаете почему в чем проблема если вы заказываете упаковку отдельно вы на себя добавляйте дополнительные риски в чем эти риски могут быть первое упаковку нужно транспортировать при транспортировке что-то у вас порвется сломается вот у нас на складе лежит партия сейчас тысячу тысячу коробок поставщик отправил коробки к нам на склад просто в этих мешках не в каких-то коробках картонных а просто в мешках она пришла но пришло все мятая мешки промокли и просто тысячу единиц упаковки ушло в мусорку поставщик это все теперь именно поставщик коробки который отдельно предоставляет коробку за товар клиент заказывает в одном месте упаковку в другом месте мы когда получили это когда отправили все это клиенту клиент был в шоке и это и это просто этот поставщик который который не пир не первый раз делает эту упаковку что он сказал мы торопились все бы все надо было быстро подготовить и быстром режиме мы это все отправили к вам на склад и принципе мы раньше так отправляли не знаем почему у вас вдруг это это все взяло взяла вот так и повредилась помялась не знаю как они так раньше отправляли но как доставляет логистические компании по китаю товар это обязательно нужно доставлять товар в упаковке в хорошей даже если упаковку доставляете доставить упаковку в упаковке в коробку вот но лучше перекладить это на плечи на плечи поставщика пусть поставщик занимается производством вашего товара производством производством а какие-то вкладышей производством инструкции производством упаковки потому что это это вообще производство товара лучше делать под ключ под пол в полный цикл об одном месте если хотите делать другом месте готовьтесь к рискам которые обязательно будут обязательно вот эти вот эти моменты где-то они всплывут до Да, бывают такие моменты, поставщик у вас все хорошо делает, поставщик все хорошо делает товар, упаковка хромает, идете в другое место, заказываете. Заказали в другом месте, упаковали, все отлично, это тоже имеет место быть. Но мое мнение, все, что упаковка, производственный цикл, все, что вот это делается, отдавайте в одно место. Вопрос по упаковке я ответил, следующий вопрос, у нас все очень такой большой момент оставил, с которым включается несколько вопросов, вот и заключающий вопрос, есть ли отдельно, то кого рекомендуете из поставщика упаковок или по каким параметрам и где искать. Поставщиков упаковок, есть у нас поставщик упаковок, с которым мы работаем, как сказать, работаем, он у нас просто есть. Раз в полгода что-то там, раньше мы прям плотно старались людям помочь с упаковкой, пока не начались вот такие проблемы, там немножко не так напечатали, немножко не так доставили, там помялось, здесь помялось. Поставщик остался, работает хорошо, где-то помялось, переделывает без проблем, но они китайцы, они находятся в Иву, кстати, в Иву, да, в Иву находится огромная улица, вот улица, и в ряд она идет, вот вся улица только магазины с упаковкой, каждый, 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 каждый вот этот павильончик на улице идет, это упаковка. И наши же производители, с кем мы имели дела, порой имеем дела, находятся там же на этой улице, ну это то, что на месте можно произвести, там пойти и договориться. То, что отдельно искать, ну, Alibaba, я не знаю, или, соответственно, есть очень много разных ребят, кто занимается поиском, кто занимается такими промежуточными моментами, есть ребята вообще, кто делает поиск, это поиск и производство под ключ, сами же за всем этим следят, за упаковкой, в принципе, в принципе, можно и там это все проработать. По упаковке, в принципе, я ответил, заказывайте упаковку у поставщика, это мое мнение, я подытожу его. По комментам, Борис, привет, Ольга, привет. Ребят, по комментам, какие у вас такие курьезные вопросы есть? По Китаю, может, по производству, может, по инспекциям. Что бы хотели у меня еще дополнительно спросить, а то просто если я сейчас начну вот так тараторить про, ну, как-то говорить начну про услуги, инспекция, как что делать, получится, что не лайв со мной, а промо нашей компании. Хотелось бы провести лайв, где действительно задаются вопросы и помочь какой-то курьезным ответом на вопрос ситуации, с которой мы сталкивались. Давайте пока будете вопросы все делать, все писать, расскажу некоторые такие интересные ситуации, которые мы встречаем при работе. Давайте про инспекции расскажу. Многим я, наверное, рассказывал, но есть те, кому я еще не рассказывал, лично мой лайфхак, который я, как бы, не знаю, то ли я его подсмотрел, то ли мне в голову взбрело, то ли мне кто-то его подсказал еще много-много лет назад, когда я сам еще ездил на производство, сам проверял товары. Такая штука, когда я приезжал на производство, проверять производство или проверять сам товар, всегда задавался вопросов, выяснить, действительно, клиент работает с производителем или, ребят, что я зависть, что ли, комменты никто ничего не пишет, 42 человека смотрят, а комментов нету, напишите что-нибудь хотя бы. Вот, ладно, по комментам, надеюсь, не завис, в принципе, если бы завис меня, тут все, может, показало бы, показывает, что у меня скорость интернета есть, кадрирование идет. Дальше вернусь к инспекции. Когда приезжал я на завод или приезжал на склад какой-то, и меня встречал обычно какой-нибудь менеджер, который представлялся представителем, в каких-то местах вплоть ли, чуть ли не самим хозяином, который лично пришел меня встречать там. Я заходил на производство, знакомился, какие-то моменты смотрел, смотрел там товар, чуть-чуть разговаривал с ребятами и задавал такой наводящий им вопрос, именно у того человека, который больше всех, который меня привел, с которым я изначально общался, с которым шла переписка. Я просто им говорил, Ребят, я хочу в туалет. Где у вас туалет? Именно тому человеку, тому человеку, с которым клиент ведет переписку. Отведи меня, пожалуйста, в туалет. И ждал реакции, как человек будет решать вопрос в данной ситуации. То ли он меня сейчас скажет, да, конечно, возьмет за руку, отведет, покажет. То ли он сейчас начнет, и действительно были такие ситуации, он, а у нас туалет был на ремонте сейчас, куда же мы перенесли туалет и начинает. Или же я смотрю, он, глаза начинают бегать, и рядом с ним люди начинают подхватывать. А, да, 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 конечно, пойдем я тебя проведу. И, соответственно, галочками все эти моменты отмечались. И процент такой, конверсия, можно сказать, моего вопроса была высокой. Где действительно отсеивались поставщики или перекупщики на таких мелочных моментах. Это что было в те моменты, когда я вот это ездил, проверял. Действительно, это работало хорошо. Ребят, спасибо, что слушаете. Давайте вопросы, задайте кто-нибудь что-нибудь курьезное. Я был готов на любые самые курьезные вопросы, тут что-то никто ничего не хочет задавать. Или все уже все знают, и так, сколько всяких этих сейчас вебинаров, всего идет. Просто тема ситуация в Китае, ситуация в Китае, ситуация в Китае, ситуация в Китае полностью стабильная, абсолютно стабильная. Единственное, только ходим в масках. Работают тренажерные залы, работают бассейны, я вот только что пришел с тренировки. Работают салоны косметические, работает общепит полностью, все работает. Общепит все полностью работает. Единственное, не работают учебные заведения и садики. Это сейчас все на онлайн основе. Ну, пообещали, что в мае постепенно начнут это все запускать. Так, Диос, когда свой преп будет в Штатах? Когда границу откроют, тогда и полечу. Я на это лето вообще планировал на месяц минимум, даже на два полететь в Америку и заняться этим вопросом. Я уже спланировал это все и уже выбрал примерно время с июня по июль. Хотел поездить, посмотреть, а тут такая ситуация, и это все оттянулось. Преп в Штатах обязательно будем открывать вопрос времени, потому что, ну, знаете, мы всегда стараемся, особенно все, кто с нами работает, знают, как стараются наши ребята, как я лично сам стараюсь. Да, я сейчас от операционной такой именно деятельности работы с клиентами отошел именно от переписок. Но, поверьте, я всегда знаю, кто у нас с кем работает, какие сделки проводятся, какие курьезные ситуации, моменты, вопросы, какие-то там отсрочки, нестандартные ситуации. И, соответственно, все, все, все я знаю, ребята всегда там спрашивают у меня. Есть определенные вещи, которые ребята сами без меня решают, но все равно там как бы в курс дела ставят. Ну, в большинстве случаев, как бы, я знаю, как это все происходит, даже не совсем сижу. Если ничего не вытекает, да, прошла инспекция, я там посмотрел отчет недельный, что у нас за неделю произошло. Никаких курьезных ситуаций, все супер, дальше работаем. Курьезная ситуация, я сразу в курсе, вот. Преп в УС, будем ждать. Ильдар, обязательно, я тебе первому сообщу, я тебе, я твой номер знаю, я тебе позвоню. Ну, есть все в этих планах. Вообще для препа сейчас, сейчас заняли, кстати, может, кто, у кого знакомый делай, занимается, у кого есть. Сейчас плотно изучаю систему адресного хранения складского. Как раз-таки это все для препа нужно, где, в какой ячейке, что будет у нас, что у нас лежать, и где разовые такие товары, ФБМ. Вот это все у меня сейчас стоит на изучении. Да, я уже нашел много разных вариантов. Ну, если у кого-то еще есть знакомый, то настройка адресного хранения занимается складского. Можете им мои контакты передать. Буду рад послушать, что они скажут, может, с кем сработаюсь. Так, Мария. Страшно сейчас запускать товары из-за ситуации в штатах. Как вы считаете, стоит ли запускаться на Amazon новичку в это тяжелое время? Не хочется торговать с ФБМ с самого начала. А Amazon не дает делать шиппинг и не принимает еще всю партию. Интересует ваше мнение, Мария, новичку, да? Я бы посоветовал сейчас не терять время, прорабатывать поставщиков, обязательно протестировать товары, посмотреть цемпы, протестировать ниши. Запуск, запуск, начинайте делать, начинайте шаги запуска делать. Но когда вопрос, допустим, зайдет партии, и если вы не можете сейчас сделать шиппинг на партию, которую хотите купить, которую хотите купить и в последующем реализовать, и не хотите делать с ФБМ, с ФБМ отправки, подождите. Мое мнение, подождите, Amazon бизнес сложный, тем более для новичка еще и в такой ситуации. Работайте с поставщиками, работайте с сэмплами, изучайте, изучайте ниши конкурентов, изучайте своих конкурентов, изучайте их товары. Заниматься Амазоном сейчас так же нужно, так же нужно продолжать все это изучать и все это делать, это лично мое мнение. А что касаемо закупа новых партий, воздержитесь, пока хотя бы элементарно не даст вам какие-то шиппинты сделать. Так, Ильдар, в Китае по новостям показали, что начался расизм иностранцев, так сказать, в общепитах не обслуживает белых и неграх. Это так? Я это видел, я видел этот, на ОРТ что ли этот ролик был, что не обслуживает. Не знаю, честно, я с этим ни разу не сталкивался, что прям мне сказали, что вот ты иностранец, и поэтому мы тебя не пустим. Я с этим, слава богу, нигде ни разу еще не сталкивался. Все проходило, все отлично. У меня есть свой штрих-код в бичате, где я предоставляю тем местам, куда захожу, сканирую их QR-коды, предоставляю данные к своим геоданным, и меня тут отмечают все, у меня все нормально. Каков риск того, что груз пропадает при доставке, например, утонул контейнер в море, или пираты напали на корабль, страховка в таких, насколько покрывает. Смотрите, есть стандартная страховка, которую независимо от того, покупаете вы страховку или нет, есть страховка при доставке морем. При доставке морем компенсация идет 3 доллара за килограмм в стандартной ситуации, именно если пираты на корабль вот это все напали. Дополнительная страховка всегда покупается у третьих лиц. Это уже не мы сами продаем эту страховку, это продает страховая компания. Что делаем мы? Мы только предоставляем данные страховой компании о вашем грузе, что действительно ваш груз находится в данном корабле. Ну, учитывая тот факт, что не все с этим сталкиваются, не все это делают, соответственно, мы помогаем это делать. И это не стоит каких-то заоблачных денег, это 0,2% от стоимости товара, но там уже можете рассчитать, сколько это стоимость будет дополнительной страховки. Минимум, минимум, там идет минимальная цена, это 25 долларов, если у вас прям очень дешевая страховка получилась, там, в районе 10 долларов за общую партию. Страховку всегда можно купить. Те люди, кому мы делаем расчеты, когда мы высылаем файл с расчетами, ребят, я заметил, что не все читают все, что написано снизу под расчетами. Под расчетами там написано, как компенсируется задержка, как покупается страховка, какие все вот эти случаи. И, поверьте, не мелким шрифтом, а в самом начале под текстом мы все это указываем и пишем. Читайте, да, вот это. Мария, спасибо большое, мне очень приятно, что цените мое мнение. Стараюсь, я всегда, я всегда стараюсь работать для клиентов, вообще стараюсь развиваться, изучать разные направления. Ну и в одном месте шило, не знаю, не дает мне покоя, а просто взять и ничего не делать. Ну и самое главное, стараюсь быть честным, очень стараюсь быть честным со своими клиентами. По страховке, что там, по задержкам, ребят, сейчас по задержкам, наверное, никакой компенсации никто по задержкам сейчас не дает, потому что говорят, ждите, ждите. А в обычное время даже есть компенсация за задержку, обязательно прочитайте эти данные, когда будете с нами работать. Там есть, мы все расписали, при задержке на экспресс-доставку, при задержке на авиафраг, при задержке на морской фраг, там за определенное количество дней, если товар не попал на выборочную таможенную инспекцию, там в стране, куда мы отправляем, всегда есть задержка, если какие-то, если какие-то моменты выходят. Борис здесь был, Борис у нас вообще получал полную компенсацию за свой товар, ему доставка обходилась бесплатно. У нас просто очень там, одна дикая ситуация получилась. Да, благо это очень редко, я очень рад, что это очень редко, но бывает, но мы полностью возместили всю стоимость Бориса. Борис тоже все это понял, вошел в положение, что мы очень так же ценим, так же продолжаем работать, продолжаем стараться помогать. Все это делать, все доставлять. Ребят, почти что уже час, мне сегодня час выделили, 50 минут я уже в эфире, давайте, наверное, еще вопросы, если действительно вопросов ни у кого уже нету, надеюсь, я был очень полезен вам сегодня. Какие-то будут отдельно вопросы, которые вспомните завтра, послезавтра, напишите мне в личку, я всегда готов открыт к общению, всем всегда отвечаю, если не сразу отвечу, то, скорее всего, отвечу чуть попозже, могу быть занят, могу спать, у нас, допустим, сейчас уже почти час ночи. Сабит, вообще форвардерам, особенно китайским, они вообще не хотят с этим париться, они вот свои условия вам выдвинули и отправляете, не спросили вы, вам никто не сказал. Мы про страховку, у нас все в файле указано, страховка, клиент спрашивает отдельно про страховку, мы ему показываем, где это находится. Клиент мне не спрашивает, ну, блин, это прям файли, которые мы присылаем, онлайн файл, который из любого устройства можно открыть, можно его в PDF скачать, он в ссылке подается, там небольшое полотно на два листа, там первое полотно это расчеты делаем, второе полотно уже условия. Так, Оксана, добрый день, также новичок после обучения, если на сайте Alibaba указано, что фабрика, правда ли это? Оксана, нет, неправда, аккаунты Alibaba покупаются, они также продаются и 10-летней давности, и там 20-летней давности, и Gold Supplier'ы продаются, все то же самое, что и на Амазоне, тут надо, тут не верить. Нужно не всему верить, что там действительно видите. Старайтесь помимо Alibaba всегда в Google поискать. Зайдите там на китайский какой-то сайт, там, поисковик, вбейте их название, может они где-то там, где-то там выскочат. Всегда есть веб-сайт, где можно, китайский веб-сайт, где можно проверить саму компанию по ее китайскому названию. Когда она открылась, сколько человек в ней, какой у нее статус на сегодняшний день, какой у нее юридический адрес, какой у нее уставной капитал, все эти моменты всегда проверяются. Можно это все сравнить, к примеру, допустим, так, сейчас можно зайти и без проблем проверить, проверить любую китайскую компанию при наличии их кода, кода, да, регистрационного номера. Я вам сейчас ссылку пришлю, где именно это госорган, их страница, где это можно все проверить. Я вам сейчас пришлю ссылку на этот адрес. Пришлю номер своей компании, и вы действительно сможете увидеть, что это компания, которая оформлена на меня, увидеть наш уставной капитал, изменения, которые происходили в нашей компании, когда мы переименовали этот, поменяли адрес, сколько раз мы его меняли. К примеру, я ссылку отправил. К примеру, в истории, как минимум, в нашей компании сейчас можете увидеть, что мы три раза меняли адрес. Мы начинали со 100 квадратного офиса, потом у нас был 200 квадратный склад, сейчас у нас уже более 300 квадратов склад. Надеюсь, в следующий год мы уже выйдем там на 500 тысяч квадратов. О, Оксана, дополнительных сайтов я не знаю. Допустим, если бы я сам искал, я бы на Алибабе искал. Вообще, я бы искал даже на китайской Алибабе и общался бы с ними на китайском языке. Но тут просто... Мне легче, я знаю их, я плюс могу позвонить, там могу приехать. И в большинстве случаев они даже, китайцы, при общении со мной, они юлить не пытаются. Ну, этим я сам не занимаюсь. Я уже очень долгое время не занимаюсь закупками для кого-то вообще. Вот это все, ничего не делаю. Потому что в нашей работе, мне своей работы хватает. И мы планировали делать отдел закупок, вот это все. Ну, пока к этому не готовы, потому что очень такая серьезная тема, серьезная ответственность. И за такую ответственность нужно серьезно платить. И я думаю, не все будут готовы за это все оплатить в полной стоимости. Ну, и плюс разрываться по времени. По времени не хочется. Зачем давать сейчас сырую услугу, которую сделаешь наполовину, а потом скажешь, ой, не получилось, там не получилось. Ну, это не мой подход. Вот китайский вам сайт. То же самое Алибаба 1688. По-китайски это звучит так. Яу, Лиу, Баба. Ну, то же самое созвучие. Адрес я вам скинул. Скинул сайтов. Также скинул адрес, где проверяются китайские компании. Сейчас смотрите. Буквально скину название нашей компании на китайском языке. Чтобы на примере можно было проверить. Вот эта компания наша на китайском языке называется так. А вот это, это наш регистрационный номер, по которому всегда можно сделать проверку. Да, это всего лишь какая-то небольшая часть проверки. Там не сама она, вся проверка. Это один из этапов проверки. Единственное, знаете, что проблема. Тут сейчас начнет выскакивать этот... Китайские, китайские иероглифы. Это капча на китайском языке. Блин. Они прямо... Прям я сам ее не с первого раза всегда иногда прохожу. Китайская. Вот они ее намудрились, честно. Ну, тут с капчей нужно будет где-нибудь погуглить, как это все идет, китайскую капчу. Потому что я свою китайскую капчу... Какие варианты я сам знаю, прохожу по иероглифам. Какие-то варианты я у своих китайцев спрашиваю. Ну, этот сайт, возьмите себе на заметку, это сайт с органов проверки. Ну, это малая часть того, что в проверке может быть. Обязательно делайте инспекцию производства. С поставщиком знакомьтесь, знакомьтесь с менеджером, с вышепоставленными людьми на заводе, с другими менеджерами. Не держите... Как ошибка многих, многие держат всего лишь контакты у себя одного менеджера. Когда этот менеджер пропадает, они прям не знают, куда деться, куда податься, а менеджеры бывают нападают. Ребят, ну, я сегодня уже свой час провел в лайфе. У нас уже 11 вечера. Вопросов, смотрю, не поступает. Давайте, наверное, прощаться на сегодня. Я тоже пойду отдыхать, час ночи у нас. Всех был рад видеть. Какие-то дополнительные вопросы у кого-то останутся. Пишите мне там, пишите нам на страничку компании нашей, на Facebook. Очень удобно, когда вы пишете на Facebook компании. Почему у нас Facebook компании сразу привязаны к CRM, все попадает к нам в систему, под именем вашим, под вашими сделками все это ведется, вся эта история, и всегда мы это можем отследить. Можете, ну, контактов много разных, можете нам писать. Я скинул там все почти что вот эти контакты, все у нас, все попадает в CRM. Кстати, недавно сделал я WeChat компании. У нас теперь официальная страничка WeChat есть именно от нашей компании. Можно уже потом будет к нам WeChat добавляться, пользоваться WeChat. Там мы тоже будем публиковать какие-то новости. Там же можно напрямую будет с нами связываться. Это уже все работает. В систему тоже к нам, в CRM все падает. Прям я просто радуюсь в то время, в котором мы живем, и всем этим приспособлением. Да, Мария, надо чаще делать, коммуникация очень важна. Я полностью согласен. Появятся новые вопросы, пишите какие-то вопросы мне там отдельно, или буду сохранять эти вопросы у себя. Могу просто там через недели, две, три опять сделать какой-то лайф тот же. С этими уже вопросами. В этом плане спасибо Денису, его группе. Денис прям полностью поддерживает эти лайвы. Он как только, как бы, не то что я сам на этот лайв напросился. Денис мне говорит, а Саша, что лайв не делаешь? Я говорю, а что, можно что-ли? Он говорит, ну да, иди, делай, с людьми общайся. Полезную информацию расскажешь, мы будем очень рады. Люди будут очень рады. Как бы все открыты. Так что, ребят, давайте. Всем хорошего времени. Вам большое спасибо, что уделили время на данный лайв. Всем доброго вечера, доброй ночи, кому-то доброе утро, кто находится на других континентах, в других часовых поясах. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.